МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На канале Ахтубинск ТВ время новостей. В эфире программа Ныне с информацией в изложении наших корреспондентов. Коротко о некоторых темах этого выпуска. В связи с переходом на новую должность глава Ахтубинского района покидает свой пост. Капитальный ремонт снова дает течь. Очередной случай потопа верхних этажей при замене кровли случился в многоквартирном доме в микрорайоне Лавочкино. Сезон охоты на пушного зверя продолжается, но серых хищников меньше не становится. Волки и шакалы являются проблемой для всей Астраханской области. И обо всем подробнее. Главная политическая новость последних дней. Глава Ахтубинского района покидает свой пост в связи с переходом на новую должность. Именно так он объявил депутатам сегодня на внеочередном заседании совета. В повестке дня 62-го внеочередного заседания совета районных депутатов значился только один вопрос. И это досрочное прекращение полномочий главы муниципального образования Виктора Ведищева. Заявление по поводу на имя председателя совета подписано сегодняшним числом. В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 ст. 16 Федерального закона 131 об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации под пунктом 2 пункта 6 ст. 36 Устава муниципального образования Ахтубинский район Я глава муниципального образования Автубинский район, ведущий Виктор Алексеевич, прошу принять мою отставку по собственному желанию. Прошу рассмотреть мое заявление на ближайшем заседании совета МО Автубинский район. Глава муниципального образования, ведущий Виктор Алексеевич. Особой реакции в зале не последовало. Многие были к этому готовы. Даже больше ждали отставки главы. И все же теплые слова на прощание и добрые пожелания прозвучали. Спасибо за то, что вместе работали. Удачи вам на новом месте. Конечно, очень жалко, что вы уходите. Мы хотим вас поблагодарить за вашу работу и сотрудничество. Вы очень многое сделали для района. Я благодарен вам, что вы в муаре сказали добрые слова. Это не решение мое, а добровольное решение связано с тем, что мне предложили другую работу, я на нее перехожу. Подошел губернатор, должен был называться представитель губернатора Астраханской области МО Автубинского района. В принципе, приходят новые люди, молодые. О молодых людях Виктор Ведищев сказал не случайно, поскольку вчера также на внеочередном заседании совета районных депутатов в штатное расписание администрации была введена еще одна должность. Еще одного заместителя главы администрации. По предварительной информации, занимать ее будет Игорь Чевеленко. Я уже прекрасно понимаю, что все нагружены, перегружены. Поэтому было бы им такое решение, чтобы не нагружать какого-то заместителя для того, чтобы он оплатил работу за себя в парке. Я думаю, что, может быть, завтра, после этого соберетесь, назначите дату выбора, потому что там три месяца дает, наверное, три месяца. Можете два укоротить, это тоже ваше право. Но, видимо, будет по-другому, чем озвучил уходящий глава. Как сообщило руководство совета, до выборов аж целых полгода. В любом случае, с датой досрочных выборов определятся после 20 февраля. До этого дня, сообщает губернатор, на своем официальном сайте Виктор Ведищев будет пребывать в должности главы района. Татьяна Фомина, Виталий Просочкин, Татьяна Дубинина, Ахтубинск ТВ. На сегодняшний день порядка 43% астраханцев систематически занимаются спортом и физической культурой. Хотя еще 10 лет назад их доля составляла всего 4%. Об этом сообщил губернатор Астраханской области Александр Жилкин на отчетном заседании регионального министерства спорта и поставил амбициозную задачу. В ближайшие годы довести показатель до 70%. Министр спорта и физической культуры Астраханской области Максим Федуров отметил, что минувший год был отмечен яркими спортивными победами. Астраханские спортсмены состязались на 56 международных и 227 всероссийских соревнованиях. Всего было завоевано 295 медалей. С целью развития и популяризации здорового образа жизни и спорта в регионе ведется активное строительство спортивных объектов, в том числе плоскостных сооружений, физкультурно-оздоровительных комплексов. В этом году продолжается строительство центроводных и грибных видов спорта. Запланировано возведение дворца единоборств. Также в области, по словам Максима Федурова, продолжает набирать обороты движение ГТО. В прошлом году почти 5000 астраханцев участвовали в сдаче нормативов. В результате вручено 2000 знаков отличия, из них 718 золотых. Министр отметил, что в минувшем году прошли всероссийские и крупнейшие международные мероприятия, в том числе по гандболу и водному полу. Сейчас регион готовится к проведению чемпионата мира по футболу 2018. Завершены масштабные работы по реконструкции стадиона «Астрахань», который станет одной из тренировочных баз для команд-участниц Мундиаля. Александр Жилкин поблагодарил областное министерство спорта за работу и обозначил задачи по дальнейшему развитию физической культуры и спорта в регионе. Среди них подготовка Олимпийского резерва, дальнейшее развитие спортивной инфраструктуры, тотальная подготовка и переподготовка тренеров и учителей физкультуры в лучших спортивных центрах страны, популяризация спорта среди населения, особенно молодежи. Воспитание здорового подрастающего поколения – наша первоочередная задача, но при этом не забывайте вовлекать в спортивные события представителей серебряного возраста. Они у нас очень активны и подадут прекрасный пример молодым. Им важен при этом личный пример. Так весной все региональное правительство будет сдавать нормы ГТО, подчеркнул губернатор. В конце мероприятия глава региона провел церемонию награждения спортсменов, показавших наилучшие результаты в соревнованиях международного уровня по итогам 2017 года, а также вручил золотые знаки отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса готов к труду и обороне. Сегодня у нас в студии начальник районного отдела по физической культуре и спорту Костюк Инна Евгеньевна. Инна Евгеньевна, вы были участником этого совещания, где отчитывался министр спорта Астраханской области и губернатор Александр Жилкин этот отчет принял. Ну вот, что там особенного происходило, о чем нельзя прочитать в интернете? Там озвучивался вопрос о приеме нормативов ГТО. Сколько центров тестирования открыто у нас в Астраханской области? И то, что по отчету министра, у нас всего сдавших в Астраханской области ГТО 2000 человек. И из них 630 – это наш Ахтубинский район. 718 знаков золотых отличия получила Астраханская область. Наши 230 человек. Но это очень хороший показатель. Даже в министерстве в области сказали, что из тех, кто сдавал нормативы ГТО, у нас сдали на знаки отличия 72%. Когда 50% сдают, это отличный результат. А наше население, просто наши дети, подростки, молодежь и взрослые населения настолько постарались. То есть наш Ахтубинский район спортивный. Что еще было на совещании? Так я краем уха слышала, что о допинге шла речь. Да, на совете был приглашен представитель из Руссада, которая предложила внедрить в школы, каким образом, пока они это еще не знают, типа урока или в виде лекции, чтобы доносить до наших детей, уже до подрастающего поколения, что такое хорошо, что такое плохо. Именно по допингу, что относится к допингу, какие препараты нельзя принимать, что если занимаешься спортом, обязательно должны проходить обследования в физкультурном диспансере областном, что если при любом заболевании, болезни, даже при простом гриппе или ОРЗ, ты должен знать, что можно принимать, а что нельзя. Наверное, на сегодняшний день это довольно-таки актуальная тема, потому что многие спортсмены, так сказать, пострадали незаслуженно, скажем так, что сейчас очень большой список лекарств, которые относятся к допингам и которые спортсменам принимать нельзя. Это может оказаться самое элементарное лекарство. Какие-то планы на перспективу о них говорили? Ну, губернатор задачу поставил перед министерством – это строительство современных спортивных объектов по всей Астраханской области. Это независимо в какой программе, это в федеральную программу войти или в областные программы войти по строительству. То есть и через Министерство образования что-то строить, ремонтировать, реконструировать. Ахтубинский район уже участвовал в подобных программах в 2017 году? Да, участвовал по линии Министерства образования. В 2017 году был отремонтирован спортивный зал в Пологозаимчинской школе. Ну, приятно, что ахтубинские спортсмены, ахтубинские школьники, которые сдают ГТО, у нас впереди. Это очень позитивная новость. Будут еще такие, приходите. Спасибо. Очередная неприятная история, связанная с капремонтом, случилась в микрорайоне Лавочкино. Верхние этажи дома номер 5 по улице Огорина залило дождем во время капитального ремонта кровли. Напомним, аналогичная ситуация случилась и в прошлом году. Долгожданный, но не своевременный зимний ремонт обернулся настоящим потопом для жильцов, проживающих по улице Чеплыгина и Сталинградской. Про существовавшие около месяца под целлофановой крышей ахтубинцы подсчитывали тогда ущерб в своих квартирах. Провисшие натяжные потолки, обои, которые отошли от стен, испорченный влагой ламинат и, самое главное, нервы собственников, которые не знали, где искать виноватых. В поисках ответа на этот вопрос находятся сегодня и герои нашего следующего сюжета. Новый год для жильцов пятого дома, расположенного по улице Огурина, начался с неприятных сюрпризов. О том, что в январе в их доме будет проводиться капитальный ремонт крыши, они не знали. В курсе событий был только старший дома, который, как уверяют собственники квартир, их в этом не проинформировал. Жильцы пятиэтажки не отрицают. Они ждали ремонтные работы по замене кровли давно. Старое покрытие неоднократно давало течь, но о том, что все обернется такими последствиями, никто не предполагал. Погодные условия отсутствия крыши над головой сыграли с ними по-настоящему злую шутку. То есть сами видите, что здесь все затопило, то, что уже капает вода, то, что сейчас вода уже подходит к проводке, что это очень опасно. То есть может, конечно, и не дай бог, это может сказаться на пожароопасности и тому подобное. А тому подобное – это ужасное состояние всех квартир, расположенных на пятом этаже. Отметим, что без крыши над головой жильцы этого дома живут практически месяц. Здесь вот в зале вот у нас потепло опять. Проходите. Вот отсюда начало, и вон опять коробка мокрая, и вон все мокрое. Все, вон, пложки тут, и на выходные с пложками. Я сегодня позвонила сюда, в жилстой сервис. Они сказали, что это приехали астраханцы. Разобрали все капитальный. Я говорю, господи, я тут с этой крышей сколько здесь лет живу же. Сил нету. Тут обо тоже потекло. Вон, в двух местах. С крыши и крыши подрядчики накрыли здание обычной мешковиной, вместо того, чтобы обезопасить дом герметичной пленкой для исключения попадания влаги. В результате из-за дождя и снега были залиты все верхние этажи. В 12 квартирах появились протечки и разводы. Вести о потопе заставили инвалиды первой группы, Вазгена Бекирова, приостановить лечение в больнице и заняться спасением квартиры. Мужчина явно недоволен работой их управляющей компанией. Рассказывает до капитального ремонта. Его 43-я квартира всегда зависела от погодных условий. Два года назад для того, чтобы спасти утопающее жилье, он лично отдал в организацию деньги на покупку шифера. И УК их взяла, ссылаясь на отсутствие материальных средств из-за большого долга жильцов этого дома. Я сам отдал деньги и поехал в больницу, чтобы операцию делать. Сказали, что мы шифер купим, будем это вот. Ну вот, пожалуйста, шифер купим. Потеки в спальне, зале, на кухне и даже в туалете. Кто будет отвечать за последствия перед добросовестными плательщиками? Пока неизвестно. Как и неизвестно и то, чего еще можно ожидать собственников в ближайшее время, которые ежедневно следят за прогнозом погоды. В соседней квартире новый натяжной потолок провисает от скопившейся жидкости. Тут уже муж снял люстру, потому что начал вонять гарью. И не только гарью, отмечает Людмила Ерина. Запах смешавшейся воды от осадков с голубиным пометом бьет по обонянию. Вот такая вода течет оттуда. Запах просто не передать через камеру. Тот же невыносимый запах сырости, плохо влияющий на здоровье человека, стоит в квартире, расположенной в другом подъезде. Любезно встретившая нас пенсионерка делится своим горем. Вот ведро стояло, я... Ой, вообще кошмар. Никогда такого не было. У меня текло, но только у меня там один край, но это давно было дело, и все. У меня никогда не... Тем более я в середине. У меня не текло никогда. Ведра и тазики стоят повсюду, разве что только не в подъездах, где, конечно, тоже есть подтеки. Всю ночь не спали и спасали свои вещи жильцы одной из квартир, которая находится в третьем подъезде. Здесь тоже ремонт был произведен совсем недавно. Сюда текло, новая спецсистема. Вот телевизор текло, видите, накрыли. Ночью, когда они встали, что-то щелкает. Щелкает на телевизор, вот оно капать начало отсюда, на телевизор. На аппаратуру. Аппаратура вся новая, сами видите. Мебель новая. Ремонт перед дом годом закончили. Не выяснишь, что за фирма. Только мы на данный момент знаем, что выиграли тендер. Выиграли тендер. Фирма Астраханская. Кто командует, что вот это... Название. Не докричаться ни до кого. Вот только что мы можем, что мы сделать можем со своей стороны. Позвонить в МЧС, чтобы зафиксировали нашу проблему. Подобное случилось и в квартирах, расположенных не только на пятых этажах. Вода просочилась на ниже расположившиеся. Желтые пятна на потолках, стенах, испорчена бытовая техника. Главное, нервы. Бороться с ветряными мельницами, как говорят жильцы, они непременно будут. Заявления с просьбой разобраться и наказать беспредельщиков Ахтубинцы уже направили в прокуратуру и главе города. За помощью они также обратились к депутату областной думы. Одной из собственниц квартир подрядчик Артур, фамилия которого никому неизвестна, обещал произвести работу над ошибками. Правда, в последнее время так называемый специалист трубку почему-то не берет. Ольга Лемайкина, Анатолий Калинкин, Евгений Лавенко, Ахтубинск ТВ. Как действовать собственникам квартир в подобных случаях? Кто должен отвечать за причиненный ущерб? Выяснимо в ближайшее время в одной из наших программ. А мы продолжаем. В Астраханской области охота на пушного зверя открыта с 4 ноября прошлого года. Причем на зайца русака по 31 января. А вот на енота, шакала, волка и лисицу по 28 февраля. Результаты охоты подводить еще рано, говорят в районном обществе охотников и рыболовов. Но то, что хищных зверей, а именно волков и шакалов стало больше, это факт. Владислав Лихварь продолжит. Охотников в районном обществе много, но большую часть из них можно отнести к разовым. То есть выезжают на открытие, на пернатую деть в сентябре и второй раз на зайца в ноябре. Все остальные 360 дней их оружие находится в сейфах. Есть, правда, и другая когорта охотников, любителей. Они путевки берут на весь сезон охоты и каждый выходной стараются провести на природе. К таковым относятся и Анатолий Хрещатый. Прошедшие выходные проехали с ним от Ахтубинска на границу с Харабалинским районом. С одной целью – определить присутствие волков, шакалов, встретиться с фермерами, которые обратились в администрацию с жалобой на волкобой. Как заместитель главы района Анатолий Васильевич курирует этот вопрос. Следы волка увидели сразу за городской свалкой. Оголодавшие, видно, как и шакалы, они не гнушаются отбросами, не боятся человека, подходят к жилью. Свежие следы обнаружили в займище села Новонниковаевка. А в паре километрах от сокрутулки и следы жестокой борьбы. Как поняли, на молодого бычка напали два шакала, покусали его. Задрать насмерть крупное животное им не под силу, но и нанесенных ран корове, быку, лошади, шакалами достаточно. Редко какое животное после их укусов, полученной инфекцией, выживает. В займище села Золотуха нашли много свежих волчьих следов, даже тропы. Вот по этой прошли пару дней назад восемь волков. Как и правило, идут они след в след. Вот здесь волки будут. Так. Проверим, если следов не будет, будем переезжать дальше. Лаки Анатолия Васильевича многоплановые. Работают по любой дичи и на волка натасканы. Не нападают, но и не отпустят серого, пока хозяин с карабином не подойдет. Волков, шакалов в регионе много развелось по следующим причинам. Животноводы фермеры стали содержать скот, не заботясь о его сохранности. Крупный рогатый скот, нередко овцы, находятся на пастбище без пастухов. Много развелось зайцев, енотов для их питания. К тому же, родители за природу, в кавычках, проявили заботу о серых хищниках. Руководители Министерства сельского хозяйства России в 2006 году объявили волков особо ценными в хозяйственном отношении с животными. Их отстрел запретили, и природоохранная прокуратура четко стояла на их защите. Несколько лет главе региона понадобилось на доказательство неразумности того постановления. Достаточно сказать, ущерб сельскому хозяйству ежегодно волки наносят около 20 миллионов рублей. В этом сезоне охотники из Знаменска уже добыли несколько волков. В степи и в займище председатель охотколлектива села Болхуны тоже убил двух шакалов. Одного волка добыли, другого ранили в новониколаевском займище в коллективной охоте, организованной председателем охот общества. Есть результаты положительные и в других охотколлективах, но этого, вероятно, все равно недостаточно для того, чтобы популяция серого хищника значительно уменьшилась. И люди, животные, дикие, домашние не были подвержены нападению волков. На сегодня это все новости. Спасибо, что оставались с нами. Всего доброго и до следующей встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин